Встреча молодежи двух союзных государств состоялась в Брестском гуросполкоме. Гостей приветствовал заместитель председателя Брестского гуросполкома Вадим Кравчук. Говорили о многом. В первую очередь о том, что молодежные связи между городами развиваются стабильно. Это уже третий по счету визит российской делегации в Брест в рамках проекта «Дороги славы. Наша история». И, судя по всему, далеко не последний. Ведь цель самая благородная. Сохранение исторической памяти и укрепление дружеских отношений братских народов России и Беларуси. «Самая основная цель – поклониться общеисторической памяти с могилы наших солдат, посетить эти места, показать, чем должна гордиться молодежь, что она должна знать, мереальные комплексы, битвы, исторические события. Но город Брест – это, само собой, священное место для каждого из нас. И мы сегодня здесь не просто так. Нас Беларусь в этом году приняла не просто уже как партнеров, не просто как братский народ, а как свою часть. Потому что очень тепло нас встречал Минск. Мы были и на президентском концерте, мы были и на параде, мы были на большом возложении, и в Хатыни, на юбилейных празднованиях комплекса. И в целом мы очень довольны и чувствуем это тепло, уже семейное тепло в нашу сторону». «Те памятные, исторические моменты, наши места, то, что вы посещаете, это дорогого стоит. Ну, я надеюсь, что вы нам дадите хорошую оценку, потому что мы за этими местами очень серьезно и пристально ухаживаем. Это прежде всего. Второе, мы за каждым памятным знаком у нас есть закрепленная, помимо организации, у нас еще и молодежные организации, которые, ребята, непосредственно закреплены за той или иной территорией, где есть определенные наши сохранения и памятные места». Молодежная патриотическая акция «Дороги славы. Наша история» осуществляется в форме автопробега по городам-участникам акции. Эстафета стартовала в конце июня в Ростове-на-Дону. Побывав в Сербии, Венгрии, Словакии, Польше, через три недели делегация прибыла в Брест. К слову, в каждом из городов проводятся возложения цветов к мемориалам воинской славы, конференции и круглые столы на тему патриотического воспитания молодежи и популяризации памяти о подвигах советского народа в годы войны. «В Брестской крепости кирпичи плавлены. Я смотрю на них и думаю, кирпичи расплавились, камень треснул, а люди не треснули. Они продолжали стоять. И вот каждый раз, когда я смотрю, у меня мурашки по коже. Такой проект, который бы связывал два государства, а иногда даже не два, а больше, чтобы налаживал какие-то общедипломатические связи, культурные связи, таких я не знаю. Поэтому мы стараемся как можно больше проехать, как можно больше наладить связи, наладить отношения для дальнейшего сотрудничества не только нашим, но и между государством». «Бывая на этих местах, мы видим то, что тут происходило, мы понимаем историю, и мы ее сознаем. И далее, приезжая в наши города, мы ее рассказываем нашим ребятам, также молодежи. И гораздо проще понимать информацию от молодежи к молодежи, чем от более взрослых людей». Словом, тема патриотического воспитания молодежи продолжает быть в центре внимания. Ведь в истории Бреста немало страниц, связывающих два братских народа. В том числе события начала войны. В Брестской крепости в июне 41-го плечом к плечу стояли насмерть белорусы и россияне. Это главная причина того, почему ежегодно на Брестскую землю приезжают российские школьники и студенты. В планах развивать юноармейское движение. «Мы очень хотим привозить сюда наших детей. Тем более, у нас очень сильно участвует юноармейское движение. В этом году мы даже при нашем движении сделали юноармейский отряд. И, соответственно, будем приглашать белорусских детей, чтобы они больше общались, смотрели, развивались, изучали, понимали, что нас связывает очень многое». Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук и телекомпания БУК-ТВ.